Марина, Марина Юрьевна, Клуб «Лоскочная мозаика» города Иваново. Сегодня я вам представляю нашу работу, которая уже была давно. Она безумно мною любима, потому что там блок ананасов, который я тоже безумно люблю. Здесь у нас художественный, потому что каждым направлением можно рисовать. Видите? Сам по себе традиционно блок у него 8 цветовых направлений. Мы привыкли делать его на каком-то контрасте. Там темное, светлое, холодное, теплое или еще какое-нибудь. А здесь каждое направление отвечает за свою цветовую передачу. И тогда он предполагает один блок, что у него будет сосед. Скорее всего, не один, а их много. И в итоге у нас получается большой орнаментальный квинт. На что похож? Правильно, это хохлова. Видите, читаются вот все котловые цвета. На черном фоне праздники и цветочки. Зеленые листочки. И желтый он изображает золотой. Ну, мы так решили, как бы хотели. Спасение. Техника шитья по бумаге для коллективной работы – это вот спасение. Потому что, как бы вы ни хотели, как бы вы ни старались, но четыре мастера, даже если они сидят за одним и тем же оборудованием, они все равно сошлют немножко по-другому. А вот бумажная схемка, к которой они пришивают тряпочки, вот это вот дисциплинарное такое место, и получится у них на выходе блок одного и того же размера. Схема была прорисована вся заранее. Вся заранее. Может быть, она просто не в таком большом масштабе, как вот там она выглядит, да? Но изначально все полосочки были раскрашены. А уже потом, в процессе пошива, у нас, видите, как и цветовая растяжка начала получаться. Если на схемке вот этот элемент был весь желтенький, то потом в процессе пошива он уже вот пошел, видите, как от светлого к черненькому. Изумительная работа, конечно, изумительная. Я тоже считаю, что она удивительная. Я ее без фантастика, да. А вот что толкнули, то есть идея там, откуда пошла идея? Группа, которой сейчас, к сожалению, нет, потому что там были взрослые люди, и они, опять же, к сожалению, нас иногда покидали по уважительной причине, да? Там была дама очень творческо-эмоциональная, скажем так. Вот математика, то есть к математике, да, у нас как-то прислонилась. Здесь же геометрический блок, четкая такая. А ей захотелось его сделать очень симпатичным. Очень симпатичным. Очень симпатичным. Ну вот, а тема цветочная, то есть здесь цветы, самое простое, что может получиться, наверное, я так полагаю. Вот цветочная тема, она всегда на поверхности. А ткани какие? Ивановские? А здесь смешанные. Здесь можно разглядеть эти ткани, которые и наши, ивановские, и те, которые все-таки импортные. Здесь перемешалось такое. Ну, в цвете это незаметно, только если близко. Сколько по времени это заняло? Мы работу творческую шьем с сентября месяца по май. У нас в клубе шесть групп, у каждой группы свое творческое задание. В течение учебного года это задание выполняется. А летом оно представляется на каком-нибудь фестивале. Девять месяцев, как маленький ребеночек. Да, так бывает, да. Где в первый раз был представлен вот этот квилт? Скажи, пожалуйста. На фестивале «Лоскутная мозаика». Нужно ли самой затеять и шить такую работу? Конечно. Я рекомендую. Я хочу, чтобы они продолжают. Шейте, девочки, пожалуйста. Начинайте, может быть, с маленьких каких-то вещей. Пусть в интернете идеи, если они не сразу рождаются у вас в голове. Ну, шейте, шейте. Полосочки, какой шириной здесь? Космос. 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 Ну, ширина полосочек два с половиной сантиметра. Правда? Краинь лет, да. Краинь два с половиной сантиметра. Ну, а остальное – это припуск вашей машины еще чуть-чуть. Да? Вообще, что хочешь пожелать людям, которые возьмутся за эту непосильную работу? Жить. Я, конечно, что ты хочешь пожелать. Маленькое терпение. Все получится, все получится. Все. Спасибо.